Улыбнись, улыбнись, нас же снимают, как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашей любимой рубрики без модов, где сегодня мы будем носить наш ванильный мир Майнкрафта на версию 1.9.2 кучу различной самой крутой брони в мире, даже, даже силы всяких супергероев с вами не сравнятся, потому что с этой бронёй вы будете прямо непобедимыми, и это нереально круто. Поэтому, ребята, 2500 лайков, выходит новое видео, никогда не забываем об этом, каждый лайк для меня важен, ребята, каждый ваш лайк даёт мне мотивацию для записи новой серии, никогда об этом не забываем, поэтому чем больше лайков мы наберём, тем быстрее выйдет новая серия, ребята, честное слово. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды, ребята, это не так-то много, просто лайк и подписка, это всё. Да, ребята, и сейчас мы будем сразу же приступать, в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок, все знают, как он выдаётся, кто не знает, то запоминайте, выдается он с помощью вот такой команды, команд блок, вот так, ребята, запоминайте, выдаём его, и ставим в направлении нужно туда, потому что машина будет генерироваться в том направлении, Поэтому ставим, ну, допустим, вот сюда, да, ставим командный блок и потом вписываем команду, которая уже находится в описании, ребята, вы уже можете зайти, скопировать и внести ее в ваш ванильный мир Майнкрафта. Нажимаем там всегда активный, чтобы команда сразу запустилась и не нужно было ее активировать с помощью каких-то предметов, да, там, блок рецона или еще что-то. И все, ребята, наша команда была успешно установлена. Сейчас нам нужно тут прописать Сэн Волл Спаун для того, чтобы лаги, лаги ушли, ушли прочь и также, чтобы эта команда работала, бам, в любой точке вашего мира. И сейчас, ребята, все, все, как видите, у нас тут уже есть куча крафтов и сейчас мы будем носить 8 различных бронек, частей бронек в наш мир Майнкрафта. Первая бронька. Они очень сильные, поэтому для каждой броньки, для крафта каждой части из бронек нам понадобится Незер Стар. И мне кажется, что это даже очень круто, потому что это равноценный обмен. Очень сильная броня за то, что ты убил Визера и подобрал Незер Стар, то есть Звезду Ада. Мне кажется, это отличный обмен, чтобы не было как-то очень просто. И вот эти все броньки вы можете скрафтить в Сурвайвале, то есть вам не обязательно иметь, я не знаю, креатив, да. И первая часть. Мы выкидываем 1 Незер Стар, выкидываем алмазную броньку и выкидываем 64 перышка. И мы крафтим, ребята, броньку, которая позволяет нам летать. Она также и называется Левитейшн Бронь, то есть, ну, летающая броня, что-то в этом роде. Какой-то сильной защиты она вам не дает, как вы видите. То есть у нас защита никакая вот тут не прибавилась, но все же, ребята, вы можете использовать очень крутое умение. Когда вы становитесь на Shift, то с вашей попки вылетают различные спецэффекты. И вы сможете, ребята, летать. И это очень даже круто, потому что, смотрите, если я отпущу Shift, то я начну падать. Если я нажимаю на Shift, то я могу летать в любом направлении. Конечно, я могу подниматься вверх, я не могу, например, там, двигаться вперед на большой высоте. Но, как вы видите, я могу двигаться вперед не очень так быстро, но все же, ребята. Будьте внимательны, будьте внимательны, почему? Потому что, если вы отпустите Shift, вы начнете падать. И при приземлении вам нужно опять нажать Shift для того, чтобы чуть-чуть взлететь. О чем я и говорю. Поэтому, ребята, никогда об этом не забывайте. Нет, почему я не включил Set Rule Keep Inventory на True? Сейчас, сейчас это все, все, все пропало. Все наши, все наши крафты пропали. Но, все же, ребята, будьте внимательны, чтобы не допустить вот такую же ошибку, как я только что допустил. Видите? Поэтому, ребята, это первая наша бронька, которая у нас будет сейчас лежать вот тут. Давайте включим Time Set 1. И вторая бронька. Что сделает вторая бронька? Что нам понадобится? Нам понадобится опять одна часть алмазного сета, то есть ботиночки. Потом одно ведро воды и также еще одна звезда ада. И у нас появляются, ребята, ботиночки, водные ботиночки. Спецэффектов они какие-то, ну, в смысле, защиту, ну, какую-то небольшую дает. Потому что, как видите, у нас только половина вот этого куска броньки. Но все же, ребята, смотрите, что я могу. Смотрите и слушайте. Вот. То есть вы можете бежать по воде. А знаете что? А знаете что? А могу ли я комбинировать вот это все? Нет, значит, я не смогу. А, нет, нет. Вот видите, то есть... То есть я хотел взлететь, видите, ребята? Но почему-то не получается. Ну да ладно. Поэтому, ребята, эти ботиночки очень даже крутые. Они позволят вам бегать по воде. Мне только, мне кажется, нужно, когда ты начинаешь бегать... Вот, а ну, давайте попробуем. Да, вот ты бегаешь. Ага, значит, не нужно прыгать. Потому что, если ты будешь прыгать, то ты будешь проваливаться. Но, как вы видите, ребята, мы действительно можем бегать по воде с помощью этих нереально крутых ботиночек. И как это может быть не крутым? Это нереально круто. Это, ребята, нереально круто. Это вторая часть нашего сета, нереального сета броньки. И сейчас, ребята, что бы нам еще сделать? Что бы нам еще сделать? А может, я вам покажу, как комбинировать щит и алмазный нагрудник. Да, то есть щит засунуть в нагрудник. Сделаем бронежилет, можно и так сказать. Мы опять выкидываем одну Незер Стар, Везду Ада, часть алмазного сета и также щит. И у нас получается щит, часть плей. То есть щит, то нагрудник, можно и так сказать. И что он дает? Защиту он дает никакую. Никакую защиту он нам не дает. Но не в этом суть, ребята. Не в этом суть. Потому что если мы включим ночь, если мы включим гейммод и возьмем немного спавна скелетов. Вот так. Выключим гейммод. И начнем спавнить скелетов. То я просто-напросто могу наплевать им в рожу, потому что они никакого урона мне не будут наносить, если мы к ним не будем подходить. Потому что мы засунули щит в наш нагрудник, в нашу броньку. И в какой-то степени мы получили бронежилет. И когда скелеты в нас стреляют, то они не наносят нам никакого урона. Потому что мы отбиваем стрелы нашим щитонагрудником. Можно это и так называть. Ну, можно сказать, что это действительно очень даже круто. Потому что они не будут нам наносить никакого урона. Потому что у нас же есть бронежилет, ребята. Да. Поэтому идите прочь. Да. О, горите, пасхуды. И сейчас, ребята, это уже можно выкинуть. И сейчас мы будем крафтить следующую часть нашего... О, 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 нет. Так, сейчас. Что-то я об этом не подумал. И сейчас, ребята, мы будем крафтить следующую часть нашего супер-супер-супер сета. И что это будет за сет? А давайте мы скрафтим масочку подводного дыхания. Потому что у меня вот эти все предметы перепутались, когда я умер. Но ничего страшного, ребята. Сейчас мы будем крафтить масочку подводного дыхания. Нам нужно один алмазный шлем, одна звезда ада и одна пустая бутылочка. И смотрите, что мы можем делать. Когда мы одеваем вот этот шлем, то в первую очередь нам дает плюс 20% удачи. Ну, что это такое? То есть больше шанс, что ты будешь убивать, допустим, зверюшек. И с этих зверюшек больше шансов, что тебе выпадет больше ресурсов. Или, допустим, когда ты будешь копать алмазы, то может выпасть больше алмазов с одного блока руды. Да, ребята, с одного блока руды. То есть тебе даже уже не нужно отчарить кирку на фортуну. На фортуну, да, то есть на удачу. Потому что у тебя уже есть шлем. Если это все комбинировать, то это вообще можно сойти с ума. Как видите, этот шлем нам дает, ну, в первую очередь, крутое зрение. Потому что сейчас под водой мы можем видеть, что тут происходит. И это очень даже круто. А в вторую очередь, ребята, смотрите. Если я сейчас зайду в воду, чтобы это аннулировать, наш шлем, то он дает нам подводное дыхание. И мы можем находиться тут сколько вам угодно. И также, ребята, вы можете копать намного быстрее. Как видите, под водой вы сейчас можете копать так же, как и, допустим, обычно, да, над водой в обычной шахте. И смотрите, как мы быстро копаем под водой. Как на поверхности даже, да, ну, быстрее, не быстрее, но все же, как на поверхности. И это, ребята, очень даже круто. Потому что этот шлем поможет вам стать, я не знаю, каким-то подводником, да, водолазом. И очень даже поможет. Еще даже даст вам немного удачи на то, чтобы вы дропали больше ресурсов из мобов и также с различных руд. Да, ребята, и сейчас мы будем крафтить следующий предмет. Следующий предмет, допустим, у нас будет... А давайте мы сделаем вонючие штанишки. Да, ребята, мы берем алмазные штанишки, берем одну звезду ада и сырую рыбу. И сейчас мы будем делать вонючие штанишки. Да, это вонючие штанишки в прямом смысле этого слова. Да, ребята, я не преувеличиваю. Они так и называются, они так и делаются. Они, в принципе, обладают вот тем, то, что нам нужно. И это действительно вонючие, ребята, штанишки. В чем суть этих штанишек? Я сейчас вам, ребята, покажу, в чем суть этих штанишек. Мы опять включаем ночь. Включаем ночь. И давайте сейчас возьмем... Давайте возьмем зомби, да. Давайте возьмем зомби и заспауним тут кучу зомби. Вот так. Вот так. Вот так, ребята. И сейчас мобы вас будут бояться. Потому что вы, можно сказать, нагадили ваши штанишки. И от вас идет нереальная вонь. От вас идет нереальная вонь. Вот так. И сейчас никто вас даже не будет трогать. Потому что все от вас будут убегать. Дай мне обнимашек. Я хочу обнимашек. Дай мне с тобой поздороваться. И никто к вам даже не будет подходить. Потому что от вас воняет, как, не знаю, от дохлой рыбы. Рыбы, да. Можно сказать, от дохлой сырой рыбы. Потому что такую часть элемента мы использовали для крафта этих штанишек. И смотрите, ребята. Все. Все. От вас воняет. Никто с вами не хочет дружить. Но в этом есть и большой плюс. Вас также никто не будет трогать. Все от вас будут шугаться. Поэтому, ребята, даже предметы от вас будут шугаться. Вот смотрите. Даже предметы, насколько живые. То, что чувствует ваш запах. Поэтому, ребята, будьте внимательны. А если вы хотите с кем-то подружиться, то просто снимите вот эти штанишки. Но также будьте внимательны. Да. Крутые штанишки. Это самая моя любимая часть вот этого комплекта. Этой супер брони. Потому что это нереально, ребята, круто. А знаете что? Давайте мы даже не будем выключать ночь. У нас на подходе шлем. Стреляющий шлем. Да, это звучит немного глупо. Но все же, ребята, смотрите, что может наш следующий предмет. Мы берем один шлем. Берем одну звезду ада. И также берем один лук. Люк, люк, люк. Мы выкидываем это все на землю, конечно же. И смотрите, ребята, что у нас получается. У нас получается стреляющий шлем. Если мы его наденем, то больше нам никакой лук не понадобится. Потому что мы сейчас возьмем стрелы. Мы возьмем стрелы. Вот так. Выключим геймод. Чтобы вы не говорили, что это работает только в геймоде. Нет. И смотрите, что мы можем, ребята, делать. Смотрите, что мы можем делать. Вот, ребята, что мы можем делать. Этот шлем стреляет стрелами. Да. Он реально стреляет стрелами. И как только мы берем в руку стрелу, мы... Если мы нажимаем на Q, да, чтобы ее выкинуть, то мы стреляем. Мы ее не просто выкидываем, мы ее стреляем. Да. А я согласен. То есть, это специально так сделано. То, что в этом шлеме очень плохая точность. То есть, если я, допустим, хочу стрельнуть вот сюда, то не всегда я смогу туда попасть. Потому что, как видели, я стрелял сюда, а стрела полетела сюда. Это прям... Это прям... Как в кэске. Ты стреляешь вот сюда, а убиваешь чувака хедшотом вот тут. Такая же точность и тут, ребята. Но в чем прикол этой кривоватой точности? Очень большой урон. То есть, очень сложно попасть, но очень большой урон. Если вы все же попали... Вот, я... Вот, не попал. Он прямо передо мной, я не могу попасть. Но суть в том, что если вы попадаете, то вы сразу же убиваете моба. Сразу же. То есть, с одной... С одного выстрела. One shot, как это называется. Очень тяжело попасть, но убивайте с одного выстрела. Поэтому, ребята, запомните, эта часть сета очень даже... Очень даже крутая, ребята. Согласитесь, потому что вот этот стреляющий шлем, это прям чудо-юдо. Но, ребята, мы приступаем к следующему предмету. Следующий предмет, допустим, у нас будет... Допустим, у нас будет... Вот, что у нас, ребята, будет. Это телепортирующийся честплей. То есть, нагрудник. И что он нам дает? Хотя, в принципе, даже не буду выключать гейммод, потому что он нам сейчас немного пригодится. Зато я включу день. Я включу день, и, ребята, построю небольшую стену. Я построю небольшую стену, и за этой стеной я построю еще одну небольшую стену. Вот так. Вот так. Вот так. И за этой еще одной небольшой стеной я построю двойную небольшую стену. Вот так, ребята. Чтобы вы видели, насколько хорош вот этот нагрудник, и как он вам пригодится в вашем выживании. Вот так, ребята. Замечательно. Сейчас мы это выкидываем сюда, и выключаем гейммод. И если мы оденем вот этот нагрудник, и также если мы поставим сюда тортик, чтобы схомячить его, то, ребята, смотрите, что у нас есть. Этот нагрудник, который поможет нам быть призраком. То есть я хочу пройти сквозь стену, я не могу. Но если я нажму на shift, то я смогу проходить сквозь стены. То есть, смотрите, я прошел сквозь эту стену. Давайте я еще раз вам покажу. Вот так, нажимаем на shift, проходим сквозь эту стену, и вот, я сказал про... Вот. Да-да-да-да, я запутался. Где я? Вот. Сквозь эту стену я уже прошел. Сейчас сквозь эту. Вот. Я прошел? Не прошел? Или прошел? А вот дайте я выключу гейммод, потому что мы очень много урона получаем, и я еще просто умру. Вот. Я прошел сквозь эту стену. Я прошел сквозь эту стену. Я прошел, надеюсь, сквозь эту стену. Да, ребята, я прошел сквозь эти все стены. А если я сейчас с F5 поиграю? Ну, как вы видите, вот, сквозь эту я прошел. Сквозь эту я тоже прошел. И сквозь эту я пытаюсь пройти. Как видите, мы действительно проходим. Поэтому вся суть вот этого нагрудника, то что в данном случае вы можете проходить сквозь любые стены. Это, ребята, очень даже круто. Только будьте внимательны, потому что вы будете получать урон. Да. Но сейчас, ребята, мы будем крафтить, к большому сожалению, нашу последнюю часть нашего нереально крутого сета. Потому что это действительно последняя часть, но это самая-самая-самая крутая часть вот этого всего сета. И знаете что, ребята? Знаете что? Но перед тем, как мы его скрафтим, давайте мы тут заспавним кучу криперов. Я думаю, что вы, в принципе, уже понимаете, зачем нужна эта куча криперов. А если нет, то я вам сейчас, ребята, покажу, зачем. Затем, чтобы нас взорвать, если у них, конечно, это получится. И сейчас, ребята, мы выключаем гейммод. Вот. Да, не очень много у нас сердечек. Поэтому, знаете что? Давайте мы включим гейммод обратно и возьмем одно яблочко. Вот так, чтобы просто-напросто восстановить себе все здоровье. И сейчас, ребята, мы выкидываем одни поножи, штанишки, одну звезду ада и 64 сахара. То есть стакт сахара. И это, ребята, самые сильные поножи во всем мире. Потому что смотрите, что они вам дают. Плюс к тому, 20% защиты, 50% жизни, 80% скорости и 20% резиста против кнопбека, анбрейкинга и многого другого. Но не в этом суть. Потому что, во-первых, это прикольные штанишки, да? А во-вторых, криперы больше никогда не позволят приблизиться к вашему дому и взорвать его. Никогда. Никогда криперы больше не позволят приблизиться к вашему дому и также взорвать его. Потому что сейчас вы будете поднимать всех криперов в воздух, которые только к вам смогут приблизиться. И попросту вы можете устраивать фейерверк скрипера. И как это не может быть круто? Как это, ребята, не может быть круто? Вот. Ребята, фейерверк из скрипера. Что может быть лучше? Ничего. Поэтому, ребята, к сожалению, мы уже сейчас будем заканчивать на этом супер-супер-супер-крутом обзоре супер-крутых вещичек. Смотрите, ребята, сколько у нас жизни. Это просто офигеть. Офигеть. Поэтому, ребята, я буду рать, если вы влепите большой палец вверх и поставите лайк. Что, в принципе, одно и то же. 2500 лайков, сразу выходит новая серия. Никогда об этом не забываем, ребята. Всегда помните то, что каждый ваш лайк для меня ценен, важен. И что бы вы ни думали, что бы вы ни думали, выпрашивает лайки, не выпрашивает. Каждый ваш лайк это большая мотивация для ютубера снимать новые серии. Поэтому, ребята, чем больше лайков мы набираем, тем больше серий выходит. И тем чаще серий выходит. Поэтому, ребята, никогда об этом не забывайте. Каждый ваш лайк для меня важен, поэтому не ленитесь его ставить. Также не ленитесь подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, ребята, я буду рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды, подписаться и также поставить лайк. Да, ребята, это для меня очень важно. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца и приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит ежедневно, каждый день, ребята. Я всегда буду вас ждать на просмотре очередного видео. Еще раз, ребятушечки, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.